Доброе утро, дорогие друзья, замечательные подписчики. Всех вас поздравляю с воскресным днём. Желаю всего самого наилучшего. Хорошенечко отдохнуть. Надеюсь, вы выспались. Надеюсь, вы сытые. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете. Итак, перейдём к делу коронавирусной тематики. Ах да, хотел сказать, сегодня в 12 по Москве будем проводить стрим. Поэтому присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. Не забывайте поставить лайк. Итак, на рынке аренды жилья в Москве пандемийная оттепель. Цены вернулись на уровень конца 2019 года. Аренда однокомнатной квартиры в среднем по городу поднялась до 39 тысяч рублей. Двушки подорожали с 50 до 56 тысяч. Эксперты связывают это с возвращением мигрантов, притоком студентов, адаптацией россиян к пандемии. Пандемия никуда не ушла, пишет на Иляске Розаде, та самая телеведущая, которая всё время тусует с Путиным, является, как многие говорят, гражданской женой Костина, главы банка ВТБ. Пандемия никуда не ушла. Отчёты о заражениях, жертвах и новых штаммах по-прежнему напоминают сводки с фронта. Однако человек имеет свойство привыкать ко всему. И по оживающему рынку аренды это наглядно заметно. На Иля. А может быть, дело в том, что это только в средствах массовой информации? Пандемия напоминает фронт. Может быть, только ваши сообщения говорят о том, какой ужас и кошмар творится в мире? Может быть, дело именно в нагнетании паники? Слушайте, если бы мы видели по-настоящему высокий уровень смертности, заболеваемости, побочек, осложнений, да люди бы сидели на даче, люди бы в эту Москву утереться, тусоваться, дышать одним воздухом. Не приезжали ни в коем случае, но люди, как она выражается, адаптировались. Люди едут в столицу, люди возвращаются в другие города, платят за аренду недвижимости огромные деньги. Понятно, что в условиях экономического кризиса в большом городе легче найти работу. И тем не менее, возникает вопрос, насколько вот эти все апокалиптические картинки, которыми нас пугают с голубых экранов, насколько они соответствуют реальной действительности? Потому что жизнь людей, образ жизни населения, общества нашего показывает, что уже как бы это все позади осталось. Для большинства людей уже все, поболели и хватит, ребята, надо жить. А вот средства массовой информации, у них почему-то какая-то своя реальность, вопрос, кому это выгодно. И этот вопрос мы себе зададим еще не один раз, потому что сейчас будет информация еще веселее. Так, просто вдумайтесь. Статья на самом близком к администрации президента канале Низыгарь. Они назвали ее «Культурология ковида. Пропаганда ковид-вакцин». Рекламный видеоролик «Вакцинации против ковид-19», организованный официальным Сингапуром, выбился в лидеры, собрав полтора миллиона просмотров на YouTube, что вообще-то весьма немного. Остальные страны далеко позади. Для сравнения, американский ролик получил около 800 тысяч кликов. Не помогло даже участие бывших президентов – Обамы, Клинтона, Буша, некоторых жен вышеперечисленных. Мы, конечно, похвастаться таким продакшеном не сможем, ведь ни одному же Медведеву в нем отдуваться. Вряд ли Михаил Сергеевич Горбачев составит ему компанию, хотя интересно было бы посмотреть. Забавно, что Сингапур и Китай с гораздо более консервативной азиатской культурой выбрали интерактивный формат с песнями и плясками, а США, Австралия, Англия, Новая Зеландия и другие остановились на более осторожных формах подачи с повышенной долей серьезности. О чем здесь идет речь? Если коронавирус – такая страшная болезнь, и, как у нас выражался Владимир Владимирович Путин, все уже все поняли, но нужно еще объяснять. Зачем тратить бешеные бабки на рекламу коронавирусных вакцин, масок, санитайзеров и все остальные чепухи? Зачем? Слушайте, мне кажется, если бы по городу гуляла какая-нибудь чума или холера, люди бы сделали все, чтобы обезопасить себя и своих близких. Поехали бы в деревни на самоизоляции, начали особо тщательно мыть руки и много-много чего еще. Но почему-то нужно устраивать рекламные кампании с песнями, плясками, участием бывших президентов на илях. Логика вообще присутствует немножечко, вопросы никакие не возникают. Ну вот люди, которые делают все эти заявления, но это же стыдоба. Дальше читаю, дальше еще веселее. Я почему-то... Всегда так получается, наши вот эти утренние эфиры, что вначале у нас относительно лайтовые новости, а уже самое мясо ближе к концу. Поэтому терпите, друзья, на ходу рассказывать. Ну получается, как обычный разговор. Так, по всему миру на пропаганду вакцинации против ковид выделяется огромное количество средств. Печатная продукция, наружная реклама, инфлюенс-коллаборации и прочее. Не так давно прошел целый концерт Vax Life, то есть вакцинационная жизнь, организованной обществом глобальный гражданин, Global Citizen, в котором приняли участие Дженнифер, Лопес и другие, менее известные звезды мировой величины. Заправляла парадом американская певица и актриса Селина Гомес. Удалось собрать 302 миллиона долларов. Я, кстати, читая эту заметку, так и не понял. Они его проводили в онлайн формате или в реальности, в реальном мире в оффлайн формате? Потому что если они проводят концерт по борьбе с коронавирусом в условиях, когда вроде как у нас повышенная опасность заболеваний, возникает вопрос, вы что, рехнулись что ли? У нас же все официальные источники криком кричат, да, ребята, даже если вы привились, вакцинировались, маски носить нужно, все самоизоляции там надо соблюдать, потому что вы можете еще заразиться. А главное, вы можете заразить кого-то другого, кто еще не привит, и у него могут быть такие осложнения, что караул – катастрофа. И вы организуете целый концерт? Странно, что крупных агитационных концертов с привлечением звезд отечественной эстрады еще не было в России. Это было бы очень даже в нашем духе. Надо бы отправить идею на рассмотрение правительству. Хороший повод привлечь друзей, пусть уже все споют, вдруг поможет. Сарказм. Довольно неплохой. Кстати, рекламный бюджет на популяризацию вакцинации в США составил 2,5 миллиарда долларов. Переводим на русские деньги. Это почти 200 миллиардов рублей. 200 миллиардов рублей! В одной только Америке потратят на рекламу всей этой чепухи. Австралия выделяет 40 миллионов австралийских долларов, Германия только 2,5 миллиона долларов американских. В России цифра плавающая, но не меньше 300 миллионов рублей. Возможно, в Германии и России более креативно относятся к распределению средств по статьям расходов. Что мы имеем в сухом остатке, у нас бешеная рекламная кампания по всему миру все на вакцинацию. А что касается наших российских высокопоставленных журналистов, как на Илья Аскер-Заде, она просто в шоке. Как же это так? Люди возвращаются в города, хотя такая страшная пандемия, сводки с фронтов. По-моему, у них есть какая-то особая параллельная реальность, в которой все очень страшно и напряженно. И вот они через средства рекламы и пропаганды пытаются эту реальность нам в головы насадить. Да, люди умирают. Мы говорим об этом уже полтора года. Если есть противопоказания, если есть серьезная группа риска у человека давно уже известна, диабет, легочные заболевания, сердечные заболевания, то нужно брать этот вопрос на особый контроль. Есть у многих профессий есть возможности всю пандемию пересидеть на даче. Ну вот пришлось человеку поехать в деревню, особенно же это касается тяжелого течения заболеваний. В первую очередь это касается людей престарелых, пожилых. Ну отправьте вы родителей на дачу. Там самоизоляцию организовать очень легко, очень удобно. У многих дачи есть и в чем вопрос-то, почему эти простые банальные советы вы не услышите ни от каких там докторов Мясниковых, разработчиков вакцин, Поповых, Мурашка. Нет, есть только одно решение. Один выход из ситуации, одно спасение для человечества спутник ВИИ. Вы знаете, это уже не то, что странно выглядит, это выглядит уже напротив, абсолютно понятно, откровенно, цинично и лживо. Следующая новость. Глава союза инфекционистов Турции призвал на фоне роста числа случаев ковида ужесточить меры по отношению к российским туристам. О как! Нашим российским туристам будут ужесточать меры пребывания в Турции, так что в ближайшее время эти курорты тоже окажутся закрыты снова again. Я уж не знаю, насколько активно они будут ужесточать меры, может быть они просто там, не знаю, отменят шведские столы, если они сейчас разрешены, или какой-то другой компонент курортного отдыха окажется под вопросом. Но, тем не менее, вот в Турции задумались, а что делать с россиянами, которые бацилу распространяют. Возникает вопрос, а что же у них там в Турции происходит, чтобы ужесточать локдаун? Незыгарь пишет, страны с самым высоким уровнем вакцинации лидируют по числу заражений. Друзья, это вот, как я сказал, мясо будет ближе к концу, вдумайтесь, вдумайтесь в эту фразу. Страны с самым высоким уровнем вакцинации лидируют по числу заражений. то есть страны, где было больше всего людей вакцинировано от коронавируса, там коронавирусом заражаются чаще всего. Скажите, пожалуйста, в комментарии напишите, а что происходит? Как вы считаете? Дочитаем заметку полностью. Конкретно Кипр, Великобритания, Испания, страны, лидирующие в Европе по проценту привитого населения имеют одновременно и высокие уровни заражений. Видимо, высокие уровни вакцинации дали правительствам этих стран повод снять ограничения слишком быстро. Повод, понимаете, снять ограничения. Размышляет Даниэль Лопес-Година, исследователь группы вычислительной биологии Биокомск Каталонского политехнического университета. И не надо все валить на молодежь. Они делали то, что им сказали, что можно делать. Молодые люди теперь тоже жертвы и тоже теперь попадают в больницы, считает он. О чем идет речь? Что это такое? Что это означает? Представитель вычислительной медицины, вычислительной биологии, то есть люди, которые берут статистику и каким-то образом ее обрабатывают, рассказывают о том, что происходит, но вместо того, чтобы доказать это статистически, показать цифры. Цифры, знаете ли, если они правильно собраны, хорошо проанализированы, цифры не обмануть. Цифры есть цифры. 5 это 5, 7 это 7. Не какие-то там финтифлюшки. А он фантазирует, предполагает, наверное, дело в этом. Ребята, вы точно из статистической доказательной биологии или биология, что вышло, куда повернул, туда и вышло? Статистика то же самое. Смотрите, какие можно набросать гипотезы? Вот по их мнению, люди вакцинировались и теперь все, можно расслабиться. но мы же знаем, что люди, которые прошли вакцинацию, те, кто мог умереть, они перенесут болезнь тяжело, но выживут. Те, кто мог заболеть тяжело, заболеют легко. А те, кто заболел бы легко, они вообще перенесут этот ковид бессимптомно. То есть, в любом случае, число заражений, оно должно резко падать. Но оно почему-то не падает. А почему? Хорошо, другой вопрос. А может быть, все дело в том, что коронавирусная вакцинация все-таки ослабляет иммунитет? И в результате ослабления иммунитета у человека возникает коронавирус? А может быть, причина какая-то еще? Мне бы хотелось услышать результаты исследований, а не какие-то фантазии. А может быть, знаете, как это бывает? Ты покупаешь какой-нибудь, например, учебный курс, чтобы освоить новую профессию, кстати говоря, лыков строку. У нас на радио Аврора сейчас стартуют курсы обучения журналистики и блогингу. Там мы подобрали очень серьезных специалистов, которые профессионалы в этих областях. кто думал, а не завести ли свой блог вещать о любых абсолютно вещах. А может быть, если вы москвич, может быть, работать на радио Аврора или на других радиостанциях, средствах массовой информации. Присоединяйтесь, проходите обучение. Так вот, если вы купили какой-то курс, ну, например, один, вот вам нужен один курс, вы захотели научиться печь пироги, вы купили курс выпечки пирогов там в интернете. Рекламные алгоритмы понимают, ага, у вас есть деньги, во-первых, и во-вторых, вам интересны курсы. И со всех сторон на вас начинает сыпаться реклама. Вот тебе реклама, вот еще курсы, вот тебе английский язык, а вот тебе экстремальное вождение, вот тебе курс разработки сайтов, курс программирования, со всех сторон начинают заваливать. У меня есть предположение, ну, так вот, знаете, исходя из того, как действует маркетинг, или маркетинг, как хотите, называйте, что те страны, которые уже показали, что они готовы платить бабки за вакцинацию, показали себя удобным клиентом. И теперь для этого удобного клиента со всех сторон озвучивается реклама. Ребята, ребята, новая волна, надо срочно ревакцинироваться, делать еще одну прививку. Помните же этот моя любимая фраза, глава Всемирной организации здравоохранения, замглавы Всемирной организации здравоохранения заявила, решение о том, сколько нужно делать прививок, должны принимать не разработчики вакцин, не их производители, которые на этом зарабатывают, а независимые исследовательские институты, ученые должны этим заниматься. В честь чего она это сказала? Это был ответ на разговоры о том, что двух уколов уже недостаточно, нужно делать три укола вакцины. Я не помню, какой именно, астрозеники или синовак, или... Ну, это речь не про российские вакцины шла, но в принципе. Вот сейчас в таких странах, которые уже отлично закупили вакцины, им сейчас скажут, ребята, закупить еще, нужна добавка, нужен третий уколчик, чтобы прибыль была в полтора раза больше, вместо двух продаем три, прибыль в полтора раза больше, то есть какая-нибудь компания заработает не пять миллиардов, а семь с половиной, вы представляете, о каких бабках вообще идет речь? Так, что-то у меня еще для вас интересное было. Так, 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 вот оно. Но это жесть, конечно. В Чечне насильно привили более десятка человек, которые купили липовые сертификаты о вакцинации. В Грозном задержали мужчину, который занимался поддельными справками. 63-летний Джамлоил Тучаев признал свою вину на камеру и сказал, что был неправ. Вместе с ним задержали еще одного мужчину, который помогал Тучаеву делать фальшивые справки. Однако на этом дело не закончилось. Полицейские выяснили имена жителей Чечни, которые успели воспользоваться услугами Тучаева и прикупили себе фальшивые сертификаты. С ними решили провести работу над ошибками. Ко всем покупателям липовых сертификатов пришли домой правоохранители и намекнули либо прививка, либо держитесь в Чечне. Представляете такое услышать от кадыровских силовиков? Держаться никто не захотел, поэтому клиенты Тучаева быстренько сделали настоящие прививки. Друзья, просто представьте себе, к вам приходят и начинают угрожать вам, вашим детям, вашей семье, что угодно. Прививайся, дружок, ты обязан. Это уже происходит, это уже произошло в нашей стране. Где-то недельку назад у меня возник такой страшный образ, я подумал, вот мы знаем, что у нас избирательная система, но она такая. Мягко говоря, нечестная и несправедливая в принципе элитка решает, кто станет депутатом, президентом. И чем выше должность, на которую человек метит, тем больше он должен быть включен в существующую системку. а вот представьте, что олигархат решит, о, эти россияне, что-то какие-то протесты, что-то все недовольны, кто может ими хорошенько управлять, вот так вот, чтобы прям вот вообще все было под контролем, чтобы никто под контролемникам. И вот эта вся машина фальсификаций, она сработает снова. Они, конечно, будут предлагать множество подачек. И главное, что Кадыров вполне может олицетворять многие священные скрепы российского пропагандистского общества. Никаких геев и прочих извращенцев. значит, ну, борец с терроризмом, с иностранной угрозой. Ну, многое можно про него сказать. Хорошего, замечательного, прекрасного. Рамзан Ахматович лучше всех. А вы представляете, как тогда будет жить страна? Ведь это реальность. Это может произойти с нами. Это не какой-то там космос, жуткое допущение. Нет, это то, что вполне непросто возможно, это вероятно. При определенных условиях, при определенных элитных раскладах, Рамзан Ахматович может стать президентом России, а его вот эти кадыровские силовики, это станет реалией каждого нашего дня. насильная вакцинация. Путин хотя бы как-то делает вид, что ну ребята, я против, а сам подмигивает в сторону работодателей, Роспотребнадзоров, Минздрава. У Кадырова никаких ограничителей не будет. Как я сказал, так и будет. просто представьте, друзья, если вы считаете, что лучше мы посидим, а вось они все рано или поздно переумирают, дальше будет только хуже. Поэтому все на выборы. Сейчас у нас есть только один вариант, это КПРФ. Та травля, которая развернулась, то, как сейчас Грудинина сняли с выборов по беспределу, то, как заводятся уголовные дела против Бондаренко, то, как повесили срок на Платошкина, и этот список очень длинный, его можно продолжать. Это все намекает, кто реально сопротивляется и представляет реальную альтернативу существующему порядку вещей. Если вы не хотите оказаться в горячих и любящих объятиях друзей Рамзана Ахматыча, уже в перспективе двух с половиной лет у нас же двадцать четвертый год выбора президента. Давайте-ка, ребятки, хватит вот эти вот разговоры. Ой, да мы посидим дома лучше, чем в этих выборах, с шулерами не играю. Поздно. Поздно. Это можно было говорить там двадцать лет назад. Сейчас совсем не та ситуация. Каждый из нас не может чувствовать себя в безопасности от слова совсем. Спасибо, друзья, за просмотр. Высказывайтесь в комментариях. Знаете, когда я начинал записывать это видео, мне было весело. Я подумал, ладно ли, наиля отжигает. Такая страшная пандемия, они все собрались в Москве, деньги платят, по пятьдесят тысяч рублей за тесную двухкомнатную квартирку. Что же это такое происходит? Клоунада откровенная. А к концу ролика что-то мне погрустнело. Ну ничего, если мы очнемся и проснемся, то мы все, что хочешь, победим. До новых встреч. Пока.